Привет, дорогие друзья! Я хочу начать с небольшой предыстории. Это первое и пробное влоговое видео на моем канале, в принципе, в моей жизни. Поэтому не судите строго. Приятного просмотра. Вот такая вот мяточка, ребят, мяточка. Покажи, какой пак взяли. Взяли, короче, вот такой вот пак. Это мне, это мне. Да, это гараж. Это гаражу, а это мне. И, возможно, я еще вот этот заверу. Смотри, какой он офигенный. В общем-то, пацаны, вот так вот. Снимайте все. Это очень кайфовый вот такой вот пауэрвагон. Как вы знаете, я их люблю. Твин Милл третьего поколения. Кстати, очень классный. Прям с розовым таким отливом. И вот такую модельку решил взять, распылить из пака, потому что никто ее не хотел, а мне она как-то понравилась. Но это полностью пластик. Очень интересный наборчик от Mabicaro. Давно, кстати, я его видел. И он очень интересный, кайфовый. И, кстати, вот такие вот Mabicaro-овские Scani, это RMZ City. Там есть погрузчик в 64-м масштаб. Прямо идеальный. Причем, кстати, сами эти фуры, они именно в 64-м масштабе, пацаны. Вот такой вот Flames, встретили. Блин, хочу, конечно, вот эти модельки две, но... Пока что дороговато. Смотри. Гадди. Бэтменский. Спидблюр, который мы распилили еще один. Давай M1-ку я делаю. Не надо красить, ничего воровать не надо, чел. Посмотреть, сколько стоит. Ну, вряд ли, вряд ли. Вон шейкер, друзья. Вон шейкер. Не только. Выйти вас. Не знаю. Может, есть еще? Покажи, покажи, что тут. Тут еще, короче, есть. Я бы взял жука и полицейскую тачку вот эту обалданную. Блин, нашел тут FV City. И вот эти две тачки прям просто мне понравились. Господи. Да, но, конечно, за 5-пак дороговато. Вот такой вот фри-пак нашли с AE-шечкой. Фокус, что-то не хочет работать. В общем-то, да, вот. И достаточно много свежего майна. И еще один стендик. Кстати, увидел тут вот такой вот наборчик с Volkswagen Drag Bus и с Жуком. Модели сами выйдет просто пенно. Хорошая проработка у них у всех. Поэтому, если кто-то увидит и кому нужны, берите. Потому что по 1400 всего лишь. Не так уж дорого на самом деле. В общем-то, в этом деме я беру только вот такой вот гассер. Я его беру на кастом. Думаю, занизить, сделать может по-другому его. В общем, ждите. Посмотрим, что выйдет. Идем за посылочкой, дорогие друзья, на почту. Сайта доставки. И там должен быть еще один бунжейка. Под полную реставрацию. Потому что состояние, мягко говоря, будет не очень. Но посмотрим, что будет. Ну а теперь перейдем на закадровый голос. Потому что пришло время распаковывать посылочки. А их за это время пришло мне целых две. Тут мы встречаем первым делом вот такой вот китайский голубой пикапчик. Который мне ну очень понравился внешне. Поэтому решил его взять. Он пойдет либо под кастом, либо останется в таком виде, в каком он есть. Поскольку особо тратиться и вкладывать в него силы не особо имеет смысла. Следующим из посылки я достаю вот такой твинмилл. В очень потрепном состоянии. Но это твинмилл из Макдональдса. А именно из Хэппи Мила. Пока что я не особо много информации нарыл об этой модели. Поэтому ждите полный обзор. Следующий на подходе Chevrolet Super Volt. Который мне тоже очень понравился своим видом. В принципе эта модель красивая и интересная. А особенности в этом рекалоре и с этими колесами. Я впервые держу в руках этот каст. И он мне очень понравился. Следующий само собой Боншекер. Боншекер по Рокет Лиге. К сожалению его состояние просто выстречающее. Просто не знаю как. Такое ощущение как будто его просто полчаса может быть час. Терли об наждачку. Потому что стерт он прям ровно по одной грани сверху. Восстанавливать его не имеет абсолютно никакого смысла. И переходим к следующей посылке. И тоже с авито. Данная посылка точно так же как и предыдущая обошлась мне всего лишь в 200 рублей. И первое что она встречает это вот такой вот китайский Chevy Pickup 1980 года. Сделанного по лицензии. Производитель мне к сожалению неизвестен. Но все таки модель имеет очень красивый внешний вид. Поэтому имеет смысл ее восстановить. Ну а следующее по классике Боншекер. Это Боншекер из пяти пака по пиратам 2007 года. И к сожалению он в достаточно угрюмом состоянии. Однако его все еще можно реанимировать. Чем я и буду заниматься и уже начал заниматься. Например я уже практически полностью счистил эти остатки фломастера с корпуса. И со всех милых деталей модели. Это будет моя первая полноценная реставрация такой модели. Поэтому будет достаточно интересно и мне и вам. По крайней мере я на это надеюсь. Ну а на этом наш влог на сегодня закончен. Я рад что вы посмотрели это видео до конца. И всем пока.